Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас в гостях Сагамонов Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Можно я вас представлю? Вот все, что нашел в интернете. Ой, ну давайте. Послушайте со стороны. Кандидат исторических наук, Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук. Авто более 500 работ по социологии, этике, философии, культурологии. Публикации по стратегированию городов, брендингу и культурной политике. Верно? Да. Ну, в общем, это верно, но я думаю, что дальше продолжать уже не надо, а то это будет слишком много информации, а тем более ненужных никому регалий. Разговор о том, осталось ли в нашем мире место для добра и зла, он будет не просто, его не нужно доказывать его актуальность. Он становится сейчас абсолютно, он является ключом к пониманию того, что раньше мы говорили «Чужая душа в потемках». Вот, ну, я другого человека теперь оценивать, кроме как этически или же морально, человечество не может. Я смотрю в наших газетах, особенно таких хороших, как, скажем, ведомость, вот наш с Димой один знакомый, там пишут, что поведение человека в условиях изоляции – это проблема его моральной ответственности, да, то есть как себя вести. Это, прежде всего, понимание того морального поступка, который ты совершаешь. Ну, это, я думаю, что все это происходит от того, что наша цивилизация перестала заниматься нравственной проблемой и нравственной математикой как обязательной частью каждодневной, повседневной философии. Я не хочу вас обидеть, хочу сказать, что церковная или же там христианская мораль, она, как вы понимаете, одна из возможностей, она не единственная. В то время, как все остальные даже и не понимают вообще, о чем они, собственно говоря, говорят, да. Сам главный вопрос о том, как нам жить сегодня, звучит очень просто. Мы должны пронести в жертву несколько тысяч людей или же пронести в жертву экономический рост. Это некалькулируемая проблема. Ее нельзя сказать, что, вы знаете, если, конечно, умерших будет не больше, чем тысячи человек, а да ладно, пускай они погибнут. А если уже тысяча один, вы что-то тут нахимичили. Ровно так же, как и нельзя сказать, какой экономический рост мы потеряем. Три, пять, десять процентов. Здесь проблема не калькуляции, здесь нельзя посчитать эту вещь. Здесь должен быть исключительный императив. Либо для тебя человеческая жизнь является абсолютным приоритетом, и тогда никакой экономический рост и никакие экономические факторы не могут перевесить это. И это, конечно, это вот Кантовская традиция. Либо ты сходишь все-таки из соображений утилитаризма, утилитарной философии. И, кстати, оно не очень противорит христианству. Христианство удивительным образом дало возможность рождению разных подходов, даже когда и утрачено было исконно, как бы сказать, исконно церковное происхождение, когда оно уже в нашем таком достаточно светском, секуляризированном мире уже не привязывалось конкретно к церкви, хотя все это выходит из церковного рассуждения, из разных типов, конечно, церковных рассуждений. Либо вы говорите о том, что благо большинства должно быть все-таки положено в основании, логическое основание нашего с вами сегодняшнего поведения, или же, по крайней мере, принятие тех или иных важных политических и экономических решений. Значит, поскольку любая эпидемия из тех, которых мы с вами хорошо знаем за последние, скажем, столи, понятно, что речь идет не о чуме, которая могла выкосить, там, две трети населения, но глазом, но тогда не принималось никаких решений, тогда человек просто либо выживал, либо не выживал. А в последнем время не было ни одной эпидемии, которая бы могла бы нарушить принцип большинства. То есть пользы для большинства, для большинства экономическая польза выше нескольких тысяч или даже сот тысяч смертей, вызванных этой эпидемией. Но и та, и другая позиция вдруг оказывается недостаточной для того, чтобы проникнуть в смыслы сегодняшнего дня, а может быть и завтрашнего. Вот я впервые сказал бы, что меня не так интересует экономический, социальный, технологический смысл завтрашнего дня. Точнее, скажем, совсем не интересует. Сколько интересует смысл человека завтрашнего и его предназначения. В том, как эта тенденция, как это движение, как это направление будет проявлено завтрашней медалью. Извините, пожалуйста, вы хотели что-то сказать. Я, знаете, вот в тему хочу сразу тогда задать вопрос и, может быть, приземлить наших слушателей. Проливайте меня, не волнуйтесь. Вы знаете, да, заповеди. Две главные из них. Возлюби Господа Бога своего и возлюби ближнего своего. Я хочу вот здесь. Я знаю, что вы занимались проблемами городов, да. Урбанистикой всем проводили разное. Ну, вообще много. Это такой был запрос, наверное, еще несколько лет назад. Мозговые штурмы, все там, форсайты делали. Неизвестно, как чиновники употребили это все. Вот знаете, чего хочется коснуться? Вот в рамках этой второй заповеди, как самого себя. Мы живем в больших городах. И сегодня, да, вот тема местного самоуправления, наверное, да, важная тема. Вот для нас, как для протестантов, тема общинности, она, ну, близка очень, понятно. Я понимаю, что для российского, вот сейчас, госуправления, она вообще не понятна. Церковь названа Экклесией. Я последний, да? Экклесия в полисе. Вот, ну, давайте туда направим. То есть сообщество людей, мужчин, уважаемых в своем, да, там, греческом, там, городе, в полисе в этом. Не рабы, не женщины, не дети. Правильно же, да? Вот Экклесия. Давайте я попытаюсь ответить на ваш вопрос. И опять-таки его мальничка привязав к сегодняшнему дню. Только к сегодняшнему. Хотелось бы, ну, чтобы мы стали понятны нашим хрустелям. Да, смотрите, что, ну, во-первых, это заповеди, которые вы употребили, вспомнили, это заповеди Христа, конечно, это не Массиевы заповеди, у него этого нету. Ну, я просто для наших слушателей, это надо понимать, что это немножко другое время. Если даже и предположить длительный период нахождения евреев. Кстати, между прочим, если вы позволите маленькую такую околоцерковную шутку, один из моих близких друзей, он говорит, ты знаешь, говорит, в мире страшная эпидемия, люди погибают, умирают, в Африке невероятная кошмар, засуха и саранча. Весь Ближний, весь Средний Восток, Индия, заливает этими штуками чуть ли не красная вода, как вы помните, такие казни египетские. Он говорит, слушай, может быть, надо куда-то отпустить евреев, ну, давайте их, наконец-то, отпустим. Вот такая хорошая штука. Но вы видите, апокалиптические настроения в обществе, они сейчас есть, да? Вы начали социологизм. Здесь есть, конечно, есть. Конечно, есть. И его книга, она о четырех конях апокалипсиса, вы же понимаете. Да, да, конечно, конечно. Сегодня люди, вот рассуждая, они видят эту же картину, как будто бы видят, да? Мне тоже так кажется. Но эта картина мало меняется, она, так сказать, получает некоторые технологические уточнения, в зависимости от того, в какую эпоху все это делает. А в целом, конечно, это все очень близко и подобно, потому что в апокалипсисе самое главное одна вещь – это ничтожность тварной сущности. А вот уже перед чем она ничтожна? Она может быть ничтожной природной силой, перед силой тех, кто здесь был раньше нас, а мы теперь выясняем, что вирусы были гораздо раньше нас. Это мы пришли в их мир, а не в наш. Да, ну и так далее, и тому подобное. Даже искусственный интеллект – это тоже может оказаться такой же страшной силой против тварной сущности. Так вот, община. Я думаю, что вообще всякое появление религии, любой, это маркер появления общинного сознания и необходимости у этого общинного сознания определенного рода скрепа. И здесь неважно, какой образ жизни ведут люди, оседлых или же, так сказать, полукочевые перемещающиеся, они все равно рано или поздно к этому уходят. Отличие греков, про которых вы вспомнили, от всех прошествующих заключалось в том, что они смогли к религиозному общинному сознанию добавить политическое. Это большая ошибка считать греческие полисы государственными, они не являются государственными. Вот на вопрос, что такое полис, я думаю, что самый точный ответ будет это религиозно-политическое сообщество. И в нем совершенно не важно, допуск к выборам имеют только лишь мужчины, а женщины, допустим, в выборах не участвовали, или же нет. Нет, это неправильно. В нем важно, кто и откуда, каким образом происходит легитимация существующего политического струна. Для греков, безусловно, легитимизировало настоящее все-таки то, что их объединяло с трансцендентальным миром, то есть божественным. Девяносто... Ну, я не знаю, как это почитать. Вы можете разговаривать с любым политологом, который вам скажет бред о том, что это вот демократия родилась, вот в нашем понимании демократия родилась там у греков. Ничего подобного у них этого нет. Хоть и слово греческое, но, кстати сказать, они им мало пользовались. Они чаще пользовались другими словами. Слово демократия скорее из аналитического обиходства. Оно появляется в таком широком употреблении скорее у Аристотеля. Это да, когда он изучал разные формы правления. А вот сами греки это понятие не употребляли. И когда речь шла о выборных должностях, я хочу подчеркнуть, за исключением тех, где надо было выбрать человека исключительно по его профессиональным качествам, ну, например, стратегам или навархам, тот, кто флот возглавлял, да, или какую-нибудь другую должность, это, конечно, выбирали люди, так сказать, прямым голосованием. А как вы думаете, как большинство процедур происходило, скажем, в тех же знаменитых Афинах? Я уж не говорю про другие полиции. Как они выбирали основные должности, городские и прочие? Каким образом? Никогда не читали об этом, не слышали, наверное. Жребием. Только жребием. Человек не способен избрать правильно. А жребий всегда правильный выбор. Ибо жребием управляют боги. На кого он покажет, тот и будет выполнять те или иные государственные, полисные. Другой легитимации власти не может быть. Ну, это очень близко к нам, к христианам. Конечно. Выбор апостолов. В книге «Гея не апостолов» бросили жребий. Да, конечно, конечно. И, кстати сказать, многие делают так, используют жребия, но, правда, не все. Значит, я это сейчас вспомню к чему? К тому, что вы можете только в условиях общинного, ну, в данном случае я в широком употреблении употребляю, в условиях общинного сознания согласиться на легитимирующую функцию жребия. И сказать так, что раз выпало на Ивана Ивановича, быть ему, так сказать, архонтом, или же главой, или же судьей, или кем-то еще, а очень важно, что судьи выбирали, потому что это общество сутяжное, как иногда мы говорим про Афина. Они судились с утра до вечера друг друга. Все вопросы решали через судение. Обманывали там, в общем, еще темы. Так вот, для того, чтобы... Сегодня что-то похоже сегодня. Ну, не до такой степени. У нас сутяжные олигархи, это те, которые пытаются засудить либо неугодные им общественные движения, либо неугодные им церковь, либо неугодные им журналистику, обращаясь в суд. А так граждане друг с другом крайне редко это делают. Но это пока. Да, да, да. У меня много друзей в Штатах. И вот периодически... Да, дело ужаса. Мне рассказывают, да. Они говорят, что порой даже в библейских школах, университетах отключают запись и говорят, почему? Потому что слишком много голодных адвокатов. Хорошо звучит это, правильно, конечно. Конечно. Смотрите. Значит, обществе... Нам нужна община. Окей. Была ли... Значит, наше современное исследование в области русской истории... Я сейчас говорю достаточно крамольные вещи. В исследовании по России показывают, что никакой на самом деле русской общины не существовало. Община, равно как и круговая порука, это навязанная государством, системой. Но невозможно было управлять единым крестьянским или же каким-нибудь другим хозяйством, да. Ну, прежде всего, конечно, земледельческим хозяйством, семейным хозяйством, не обладая гигантской бюрократии, которой не было. Она была очень ограничена. Возможности у них были ограничены. Поэтому им гораздо удобнее это было. Особенно при царе Алексея Михайловича, папы Петра, да. Гораздо удобнее и лучше. Он, кстати, первый начал модернизацию России и в каком-то смысле даже вестернизацию России. При нем пошли европейцы. Хотя первое посольство было от Ивана Грозного. Иван Грозный отправил первое посольство с детьми поучиться, в том числе и в литератские страны, конечно, прежде всего. Но как он сам со скорбью писал в одном из своих писем, ни один из сучьих сынов не вернулся. Это все повторяется. Это одна и та же история. Так вот, он вынужден был водить общину. И получилось, что община и церковный приход оказались разными вещами. То есть приход и образование людей, равно как и организация людей по какому-то признаку, скажем, духовного родства и духовной принадлежности, где совершались и духовные события жизненные, начиная от крещения и кончая от пивания, все внутри этого было, внутри некоторых сообществ, которые существовали сами по себе. Это была одна сетка, которая покрывала страну. И не полностью, кстати сказать, но покрывала страну. А совершенно другой были, так сказать, территориальные или же производственные образования, в которых этого не было. Смотрите, греческий полис все-таки стремился к тому, чтобы единство религиозной общности совпадало с единством политического сообщества людей. Значит, вот это вот наложенные две матрицы дали успех этому типу сообщества, этой цивилизации. Оттуда, собственно говоря, тут надо искать истоки ее величия и невероятных достижений. Затем, даже в малых средневековых городах, я думаю, в малых, где 200, 300, 400, 500 жителей, извините меня, 500 жителей, меньше тысячи, ну и хорошо, около тысячи, вполне могло соответствовать нормальному городку. И в этом городке был свой приход по руки, которая, собственно говоря, и тоже могла совпадать. У нас в какое-то время попытались мне это сделать, но не получилось. Никон и вынужден был пойти на реформы, потому что он понимал, что управлять 50-тысячным корпусом Клира во времена Алексея Михайловича, при том, что подавляющее большинство из них были людьми неграмотными, просто невозможно. И оказалось, что общинное нам стало навязывать государство. И это легко перехватили большевики, когда так называемые большевистские коммуны и большевистские коллективы, будь то территориальные, будь то, извините, учебные, школьные, университетские, заводские, фабричные, какие хотите, колхозы, в конце концов, вместе с колхозами, это все навязанное государством, и поэтому абсолютно не самоуправляющееся, и абсолютно неэффективное, даже с точки зрения выживания. И оно всегда находилось в противоречии с религиозным, по тем временам, плюрализмом. Я последнюю фразу говорю. И поэтому миф о коллективной сущности русского человека, это абсолютный миф, поверьте мне. Нету никакой коллективной сущности у русского человека. В этом смысле американец гораздо больше коллективист, чем мы. Но мы и не стали индивидуалистами, которыми могли бы стать мы, если бы развивались бы по другому пути. Мы атомарные, мы одинокие, мы единичные, мы партикулярные. Вот, то есть мы, мы, нас можно посчитать, но во мне есть только какая-то вот, если появляется во мне какая-то социальная сущность, какая-то социальная сущность, она идет не от меня, не от мне равных и мне похожих, а от того, что мне будет навязывать государство. Очень, очень интересно. Знаете, я вернусь к сегодняшним дням. И вот такое, вот мы заговорили о городах, о Греции, да. Такое впечатление, что сегодня мир возвращается, по крайней мере, футурологи к этой же греческой модели. Вот вы, наверное, слышали, есть много теорий о мегагородах. Говорят, что это, ну, 200 плюс-минус городов. Как вы на это смотрите? Какое развитие вы видели? Вот я продолжу. Учитывая вот урбанизацию городов, учитывая секрализацию общества, что люди, вот о чем мы говорим с вами, сосед соседок не знает площадку. Я уж упрощаюсь. Да. Отвечу. Никак не вижу. Вообще не вижу. Может быть, мой ответ вас расстроил, потому что... Нет, абсолютно. ...большое преступление, причем преступление против собственной слабости, сказать, что ты что-то видишь. Ты не можешь это видеть. Человек не может этого видеть. Он даже не может этого гадать, потому что это то, что находится по ту сторону его социального мышления. Мы... Мы... Когда вы говорите, вот есть ли такая тенденция, что вот будет 500 городов, а не будет и государств. Вместо государств будет такая цивилизация большого количества городов. Никто не... Думаю, что нет, не будет такого. И я скажу, почему. Потому что... Конечно, вам, может быть, было бы интересно, если бы я сказал, что такого рода рассуждения исключают Божий промысел. Нет. Я задаю вопрос... Я скажу жестче. Я наперенно задаю его. Я скажу жестче. Вот такая прогностика, которая строится даже на каком-то эквилибре между возможным и вероятным, да, она все равно не учитывает случайного факта. Я не думаю... Вот смотрите. Я думаю, что это очень важно, чтобы человечество оценило и извлекла из нынешней пандемии важнейший урок. Эта пандемия, она случайная. В ней нет никакой закономерности. Ну, это тот случайный фактор, о котором вы и говорите сейчас. Да, да. В ней нет никакой закономерности. Почему не прогнозировал? Не знали люди? Не могли понять? Нет, прогнозировать могли. Могли сказать, что вот, знаете, могут быть болезни, города скучные, вы уж так уж их не селите. Пускай там Гейтс, между прочим, об этом тоже говорил о том, что может быть эпидемии страшнее каких-то других вещей. Вполне вероятно. Но я даже скажу, почему так. У меня есть такое предположение. На протяжении 70 лет последних двух поколений людей человечество перестало жить в условиях бедствий. Мы возвращаемся к начальной стадии нашего с вами разговора. У него исчез опыт бедствия. И бедствия он не воспринимает как тоже нормальное состояние. Плохое, но нормальное. Такое может быть. И такое может повториться. Почему оно, почему такая страшная, такая невероятная реакция? Ведь все так называемые коронавирусные скептики, они все говорят, да, ребята, ну какая у них смертность? Боже мой, ну вы посмотрите, от малярии, от туберкулеза, какие-то другие заболевают. И умирают людей гораздо больше. Что вы тут выдумываете вообще остро листинку? Нет. Коронавирус показал беспомощность человека. А после того, как в 45-м году, когда он закончил самую сокрушительную, тоталитарную, тотальную войну, и не смог остановиться, и сохранил условия холодные, не превратив ее в горячую войну, и когда вдруг стало понятно, что разума человеку может быть достаточно для того, чтобы больше не впадать ни в какие крайности, ни в какие бедствия, вдруг появляется никому незаметный кусочек белка, ни живой, который вдруг разрушает ее. Человек хочет умереть, он знает, что он смертный, но он хочет умереть по-другому. И последние два поколения он привык к той мысли, что он умирает по-другому, что болезни – это не приговор, и что это может быть длительный процесс, что это можно растянуть. И вдруг здесь полная беспомощность нашей цивилизации, ее науки, ее инфраструктуры, ее политики, ее государственных устройств. Никто теперь вам не скажет, никто вам не скажет, авторитарные режимы или же демократические режимы лучше справляются с этим или же какие-то еще. Это все чрезвычайно важно для нас, для того, чтобы понимать одну принципиальную вещь. Я хочу ее повторить. Мы отучились, от бедствий, мы стали воспринимать свою жизнь, свои потребности, свои интересы, как нечто то, что мы холим или леем. У нас нежное тело, наша цивилизация – это цивилизация нежного тела, который не любит жары, не любит холода, который старается укрыться от ветра или же от мороза, который забыл, что такое проказа, который не знает, что такое чума и прочее, прочее. И оно не хочет возвращаться в ту цивилизацию, в ту историю, когда ему надо было выживать, как животному виду. Ведь отличие человека от животного мира заключается в том, что там выживание является инстинктивным. И вот порой и нам приходится так поступать, но последние два поколения мы так не думали. И это вот мышление о вседоступности мира, благ, цивилизации, счастье, о синонимизмах между благополучием, деньгами и здоровьем, если у тебя есть, значит, как в том анекдоте, лучше быть богатым и здоровым, да, это все, все очень сильно поколебалось. И поэтому я хочу вернуться к нашей с вами центральной части нашей с вами беседы. Поэтому человечество начинает анализировать происходящее с ним в гипертрофированных этических категориях. Потому что там, где нету объяснения, включается этика. Там, где нету желания поступить по-другому, включается этика, которая тебе говорит, что у тебя нет свободного выбора. Ибо свободный выбор по канту – это выбор в пользу морали. Это не тот свободный выбор, который хотела себе добиться современная цивилизация. Что хочу, то и делаю. Нет. Это познанная необходимость. Вот и все. И вот это, и это вот, это возвращение к этой дентологической картине мира, которая происходит сегодня, в разных версиях. В либеральной, в либертарианской, в утилитарной, неважно. Но тем не менее, это все в рамках общего дентологического мышления. Мышление о долге. Оно порождает нас и вынуждает нас говорить и оценивать себя и других в моральных категориях. Я никогда на протяжении шестидесяти лет в своей жизни не говорил, что я поступаю моралью. И вдруг я задумался, а я-то, в отличие от паразитов, моих соседей, которые ходят без маски, хожу в маске, значит, хоть какое-то мне за это награду нужно, ну, хотя бы дайте мне этическую награду. Скажите, ты нравственно ведешь себя, а они безнравственно. Я как церковный человек, да, религиозный человек, я все-таки задумываюсь, а какой будет церковь вот в мегагороде, да, уже потерялось соседство, вот даже вот по сравнению там лет 30-40 назад, советский период, да, потерялось общение между людьми. Приведу немного статистики. Ну, мы не скрываем, что протестантов в нашем сегодня российском сообществе менее процентов. Православные, практикующие, как они говорят, ну, не более трех процентов, которые постоянно... из тех городов, 1147, по-моему, городов Российской Федерации, всего лишь 12 миллионников. Вот если брать даже тот же процент хотя бы на всех месте, христиан, я вот о церкви рассуждаю, да, то эта церковь должна быть ну, как минимум 10 тысяч человек. Ну, и такого даже не наблюдаем сегодня. А в маленьких городах еще хуже ситуация, когда вот люди вообще уезжают. Я задам вам такой вопрос, знаете, как социологу, но вот ваш взгляд со стороны. Как вы видите работу церкви вот с сообществами, чтобы соль не потеряла силу, чтобы церковь вот совсем не исчезла и не потерялась вот в этом в этом бушующем мире? Да, очень, вы знаете, очень важный и очень хороший вопрос. Я скажу почему. Потому что мне кажется, что от того, какие метаморфозы, будут происходить с церковью, обратите внимание, я сказал не с религией, а с церковью, даст нам ключ к пониманию вообще институциональных перемен в нашей грядущей цивилизации. Первое. Я опять вспомню про Сорокина. Сорокин полагал, что в 21 век это будет новая идеациональная цивилизация. Он не думал, вернее, так скажем, он не считал, что христианство бесконечное в том виде, в каком оно существовало на протяжении последних двух тысяч лет, равно как и мусульманство и многие другие верные. Молодые, старые, это все ерунда. Он полагал, что наступает новая идеациональная эпоха, в которой религиозный фактор, как вы понимаете, будет играть первичное значение. это не отыгранные позиции религиозные, это новый религиозный метафизический опыт, на который, как я думаю, возникает все больше и больше потребностей. он будет рождаться из самых неожиданных вещей. Я не очень верю в ойкуменическое движение. Я думаю, что ойкуменизм нам нужен только лишь для того, чтобы показать первичность и толерантность по отношению к стремлению той или иной общины, того или иного соседа подчинить себе другого соседа. Для того, чтобы это не случалось, лучше все-таки поддерживать толерантную среду. Но борьба за разум, борьба за совесть человека, за индивидуальную совесть будет, конечно, продолжаться. И здесь я предвижу рождение новых, ну, с позволения сказать, новых таких квази-религиозных форм. Например, я бы назвал так. Я вижу возможность роста, я не уверен в этом, но вижу возможность роста зеленых религий. Не зеленых партий, не зеленых сущностей, а именно зеленых религий. Это не возврат к аминистическому мышлению, ни в коем случае. Это уже современный ум, проживший тысячелетия в условиях монеталистических и рационального мышления в том числе, ищущий новые синтезы и рождающий на этих новых синтезах новые вещи. Это искусственно не делается. Это первое. Второе. Я предполагаю, что мы с вами будем свидетелем, не думаю, что массового движения, но свидетелями так называемого религиозно-общинного отходничества. когда люди будут создавать собственные общины, их правильнее называть по-английски мы пользуемся таким понятием intentional community, то есть общины по намеренности. А когда люди уезжают куда-то, да? Они могут далеко не уезжать, они могут рядышком что-то делать. Но уже есть какие-то такие города в истории. Конечно, по крайней мере поселений таких очень много. Есть уже. Мы сейчас говорим о приблизительно десяти тысяч интенциональных общин на планете. Конечно, это незначительный процент, но их очень много. Это второе. Третье. Мы с вами вообще не замечали в своем, как бы сказать, в своем монотеистическом превосходстве мы не обращали внимания на то, что мир на самом деле живет другими духовными ценностями и вовсе не монотеистического свойства, а порой и даже способных стать мировыми религиями, подобно тому, как и стал, например, буддизм. Да? Буддийские общины будут расти. Мусульманские общины будут расти. В вашем вопросе, мне кажется, читается не столько любопытства относительно того, что произойдет с незначительным христианским сообществом Российской империи, как, впрочем, и европейством, а опасение того, что оно все-таки может оказаться проглоченным. Да. Оно может оказаться на позициях париев. Вот, знаете, христианство за 2000 лет никогда не было, ну, кроме первого римского периода, никогда не было религии париев. Может оказаться религия париев. И это нельзя списывать со счетов, потому что ничего не свидетельствует тому, чтобы сильно росла. Это при том, что мы занимаем, христианская церковь, она занимает по численности первое место в мире, как вы понимаете. Но она может терять свои реально властные и главное право, поскольку христианство, как правило, не дает права на насилие, буддизм вообще лишает тебе возможности использовать насилие. А мусульманство, оно его предполагает, по крайней мере, не отрицает в такой степени, как христианин эти, то соприкосновение аврамических религий и соприкосновение не аврамических, но тоже претендующих на глобальный статус духовных движений, оно покажет вот интересный нам результат. Итак, мы должны для того, чтобы ответить на ваш вопрос, у себя в сознании сначала избавиться от одного противопоставления, от противопоставления города и деревни. Его больше не будет. Город и деревни не противопоставлены друг другу. Конечно, мы с вами при желании на территории Российской Федерации найдем медвежьи уголки, в которых там, не знаю, деревушки на 5-10, может быть, даже и того меньше домов. Я знаю, что есть деревни на 20-30 домов, в которых все заколоченные живет, там 5-6 бабушек и девушек. Добро пожаловать в Калужскую область, это реально. Да, 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 да. Сказать, Калужскую область может быть, даже не самая худшая в этом смысле. Худшая в всех ситуациях Тверской. Все думали, что чем дальше к Москве, тем будет хуже. Нет, чем ближе к Москве, потому что пылесос здесь сильнее работает. Так вот, вывод мой какой, смотрите, надо перестать противопоставлять деревенский образ жизни и городской. Наша новая цивилизация сможет нам доказать, и это будет у нас на нашем с вами веку, что в городе вполне можно вести руральный образ жизни, не выезжая за его проделы, ровно так же, как иметь за пределами города абсолютно все преимущества современного города. Это никаких, никаких возможностей. Ведь на самом деле противопоставление города и деревни строилось, кроме того, что это было противопоставление власти и невласти, кроме того, что это было противопоставление, там, скажем, средизоточия культуры и ее отсутствия. Деревня по определению не является очагом, производящим культурные смыслы. Это были города, конечно. И, конечно, власть перемещала с города и пыталась подчинить себе сельскую округу. Самое главное надо понимать одну вещь. Горожане испокон веку, на протяжении многих веков, абсолютно большинство занимались сельским хозяйством. И сейчас это будет возможностью. Только я должен быть правильно понят. Я имею в виду отнюдь, не то, что мы сейчас рядом с домами начнем делить какие-то маленькие огородики. Кстати, мы же по советской власти это было. В городах небольших по 40-50 тысяч. Они прямо даже в городском черте у них были какие-то куски нарезанные, где-то капусту шарили, где-то картошку. Декомпенсар такой известный технолог и экономист американский. Он давно уже разработал концепцию. Просто он один из первых разработал, поэтому в честь него так называемых вертикальных верм. Как вы себе представляете дом, в котором существуют три поверхности. Горизонтальная, вертикальная и верхняя. Значит, в хороших больших городах не превращать верхние поверхности во что-то, то есть оставаясь пустыми, как у нас, все крыши просто стоят, крыши и все. Это вообще невозможно. В городе Чикаго или же в городе Торонто это на законодательном уровне запрещено. Каждая крыша должна быть культивирована. Там общие пространства, которые, между прочим, в условиях пандемических или каких-то других безопасностей становятся спасением для людей. Не надо никуда выходить. Ушел, у тебя там наверху и кафе, и все, что хотите, и место, где ты можешь воздухом дышать и не находиться. А вертикальная поверхность мы же ее практически не используем. То есть человек начнет и это безусловная тенденция тратить на производство материальных ценностей для того, чтобы прокормиться. И все больше времени будет тратить на производство символической ценности и материальной в том числе, которая меняет его образ жизни, а не только дает ему возможность прокормиться. Значит, умный город заключает со мной с домом одноподъездным домом контракт, по которому территория в рамках приблизительно 20-30-40 метров от края дома и вперед является домовой площадью, которая нам дается на бессрочную аренду. Денег у нас нету. Город нам совершает одну, я вам просто рассказываю историю. Город нам совершает прекрасную покупку. Оно покупает нам всю растительность. Самое дорогое это купить растительность. оно покупает эту растительность и мы заключаем договор, зная, сколько заплатил за этот город, где нашей обязанностью является ухаживать за них. И как только мы нарушаем правила ухаживания за нашим растительным микромиром вокруг нашего дома, нас сразу же за это дело наказывают, потому что мы нарушили договорные основания. Но это принципиально иные основания. Не они нам должны сделать, а это наши, наша сельская жизнь, а вертикальные поверхности создают красивый узор. Зачем надо рисовать геометрические узоры растительные на поверхности домов, когда проще их действительно заполнить растительностью. Который, кстати сказать, четыре раза в году будет менять цвета, менять свое, и у тебя вообще не будет никакого привыкания к одному виду. Ты будешь жить все время в меняющемся интерьере. это я просто назвал несколько примеров. Очень важно для того, чтобы показать, что первое, первое шаг, который мы должны сделать, это отказаться от старого дилемного мышления. Как то верх-низ, черное-белое и город, и деревья. Значит, ровно то же самое. Разум, некоторая дилемность, которая мешает нам развиваться дальше, я ее вижу, казалось бы, на малосвязанных вещах. на противопоставленности рационального и иррационального, то есть ты поступаешь в соответствии с умом или же в соответствии с сердцем, то есть с душой или же верой. Или же ты противопоставляешь город, деревню. Это все надо от этого уйти, это преодолеть и искать некоторые точки соприкосновения. В этом смысле я бы сказал, что рациональное мышление и вера они могут быть теми же соседями в христианском христовом понимании запобедального отношения друг к другу. Они тоже могут полюбить друг друга как сами себя. И я хорошо понимаю и определенный скепсис. Это, знаете, я сказал бы так, это хорошо понимали русские философы середины 19 века. они правда неправильные выводы из этого делали, говоря о особом пути русском там мы сейчас не будем вдаваться в тонкости спор между западниками и славянами и хилами, но у умных славяных это совсем никакая не мистика и не магия. Эти люди, которые понимали, что ум, рациональный ум имеет тенденцию к самолюбованию и к эгоизму. То есть если это мною определено и мною подчинено, так и должно быть. Это неправда. Так не должно быть. Между Сергеем Михайловичем Соловьевом, один из столпов, основоположников русско-исторической школы, он как раз и пытался свою публичную философию построить на примирении науки и веры. Причем где? Коммунитарные знания. Короче, вот смотрите, мы можем с вами сейчас подвести некоторый итог нашему, как это говорили в начале 19 века, любомудрию. Значит, о чем идет речь? Я предположил, что сегодняшние условия пандемии оказались таким катализатором к нашей внутренней чувствительности и желанию понять более глубоко, лучше, а главное, увидеть. Второе. Мы с вами предположили, что христианская заповедь возле ближнего как самого себя была по большому счету самым главным триггером образованию социальности. То есть все стало обликаться в социальную форму. То есть общество без этого невозможно, я так скажу, без этой конструкции. вы можете создать общество удобное для тоталитарного государства, но оно будет неорганическим обществом и не обществом модерного образца, что важно. Это то, что немецкая наука на рубеже 19-20-го, конечно, в основном протестантская наука, очень точно и хорошо сформулирована как в термине mitgefühl. Это сочувственность. Мы употребляем сочувствие как некоторое смотрите как сочувствие мы говорим как некоторую позицию нашего души и сердца по отношению к чему-то кому-то, к несчастью, к горю или же я сочувствую вам там и так далее. Я говорю не о сочувствии, а о сочувственности. Совсем не обязательно какие барьеры нас с вами разделяют. Важно, чтобы существовал некоторый наддилеммный мир, мир надиндивидуальный, надгрупповой, надсоциальный, в котором мы находили бы общий язык, где и возникала бы наша сочувственность. я думаю, что эта сочувственность возникнет прежде всего в доктрине устойчивого мира. Мира, который переосмысливает роль человека. Мир, который по-другому начинает воспринимать сам себя, в данном случае я говорю антропологический мир, а не мир физический. как говорят экологи, научись сначала мыслить, как река, потом приходи и мы с тобой поговорим. Пойди, научись мыслить или же думать, как деревья. Это научиться думать, как деревья. Это новая сочувственность и есть та идеациональная культура, про которую говорил Сорокин. Она не будет вытекать. Значит, никто вам не ставит в упрек, что вы в силу своей церковной принадлежности должны следовать канону. Но следование канону не должно восприниматься как турбус к открытому новому уму. Да, во мне остается что-то во мне консервативное, что-то закрытое, с чем-то я не хочу мириться, а с чем-то я не хочу расстаться. Очень хорошо, это мой внутренний мир, это мой микрокосм. Но для того, чтобы жить интенционально, то есть для того, чтобы жить с намерением, это намерение должно быть добрым, вот так как Христос его обозначил. И это намерение доброе возникнет только тогда, когда мы своими усилиями и своим трудом будем создавать мир сочувственности, сочувствительности, еще так лучше, так сказать, когда у нас будут общие чувства, да, а не только, когда одни вас жалеют, а другие вас не жалеют. А я вас жалею, а вы просто думаете, жалей-жалей, пока ты мне нужен, я буду терпеть, а потом пошли тебя куда подальше. Это так часто бывает. Это плюнуть в руку дарящего, это же, как вы понимаете, тоже одна из известных вам притч. Так вот, мы сейчас это с вами обсуждаем, потому что рождаются новые вещи. И я обозначу одну тему, которая, мне кажется, очень интересна. Это тема устойчивой теологии. Вот с вашего позволения я о ней говорить сейчас не буду. Потому что это долгий и интересный разговор, но это новое теологическое мышление, я его придумал, разумеется, которое может быть очень интересным таким эвристичным ключом для самопознания мира и для его желания и способности поменяться, измениться. Вот что, что, очень важное и очень интересное. Я... Да. Вам спасибо. Переподваться. Да. Последний вопрос хотел задать, если можно. Давайте, задавайте. Длинный. Как социолог... Как социологу вам? Как социологи изучают вот последствия вот этой пандемии, как вот мы, люди, совместно вот этот пережитый опыт, как все это повлияет на, скажем так, на выбор людей, на электоральный выбор, да вообще на выбор... Хорошо, я отвечу. Не только в России, но и в Киеве. Смотрите, я вам отвечу просто и ясно. Попыток изучения много. Назвать их удачными я не могу. Конечно, кратковременный эффект влияния будет, разумеется, и на электоральное поведение тоже будет, о чем говорить. Как вы понимаете, присоединение к Риму повлияло на электоральное поведение, а потом надоело через два года. То есть, если говорить про какие-то конкретные дистанции, короткие дистанции, всегда, конечно, зажженная спичка, она на какой-то момент вам освещает темноту. Но как только она тухнет, вы опять ждете, когда взойдет солнце, потому что все равно не видите, что вокруг вас. Сегодняшняя социология не способна не понять нашу ситуацию сегодняшнюю в условиях пандемии, а я думаю, она будет долго, равно как и не способна понять, что наступит после. Я скажу, есть только два сценария, два простых и ясных. Первый сценарий. Никакого урока человечество не излечет. это очень вероятный вещь, очень вероятный сценарий. Второй сценарий, менее вероятный, но тоже вероятный, но тоже возможный, вот так скажем лучше, это оно все-таки извлечет уроки и начнет меняться. Вопрос заключается в другом. Как может быть оформлено этот процесс извлечения урока? Как вы понимаете, извлечение урока в классической христианской церкви, в традиционной христианской церкви, это урок, который извлекает пастор. Он вам помогает сформулировать этот урок. И не случайно он в католичестве пользовался французским словом, он назывался лессон. Это что-то вроде морали. Вот ты, ведь не случайно все баснописцы завершали моралью, потому что ты рассказал какую-то отдаленную историю, тут понимаешь волк, тут волчица, тут аист, воткнул глотку, ничего не нет. Ты скажи, что, какой вывод надо сделать? сделать? За тебя делают этот вывод. Протестантизм предположил возможность не просто того, что выводы... В протестантизме нет еще свободы вывода и извлечения. Хороший слово вывода и извлечения. Протестантизм допускает дискурсивные выводы и извлечения. То есть по урокам и по выводам из чего-то прожитого он допускает возможность дискуссии, когда разные взгляды могут столкнуться, чего не было в классическом христианстве, как вы понимаете. А сейчас это возможно. И поэтому в протестантизме ты можешь во время вот такого самого главного момента сказать, а я с вами пастор не согласен. Я ведь думаю, что вот когда там апостол говорил тот и тот начинает с ним говорить. Вы можете это представить в православные или в католичные? Конечно, это невозможно. Но сегодня похоже, что возможно. Начинают потихоньку голоса поднимать священники. Да, но они это среди священников. Но это все-таки это еще не право, которое дано простому так сказать верующему, а тем более не прихожанину, а как мы говорим сейчас захожанину. Наверное, соглашусь, конечно. Да, что прихожанин случайно зашел, сиди, молчи в тряпочку. Это не твоя свадьба, вот это очень важно. Церковь может стать открытым местом публичной дискуссии. Пока она себе такого не представляла, но она может и должна стать такой. Я думаю, что два учреждения в городе должны быть открытым публичным местом. Это церковь и университет. И когда на вопрос о том, какая миссия университета, я говорю, быть местом свободной дискуссии. А отнюдь не для того, чтобы учить детей профессии. Они сами научатся профессии. Да, у него есть функция обучения, предоставления каких-то фундаментальных, но только фундаментальных знаний и ничего более. А в чем отличается фундаментальное знание от прикладного? Оно всегда двойственное. И когда вам говорят, что у Пушкина же очень хорошо, он же по этому богу пошутил, движения нет, сказал мудрец бродатый. Другой же стал при днем ходить. Молча. Мы же тоже видим с вами солнце, которое перед нами ходит. Но прав упрямо Гавилей это к тому, что церковь пока недооценила потенциала своей надконфессиональной публичности. Так же, как и университет пока не оценил своего потенциала над образовательной публичности. То есть такой какой-то новой гражданской нормальности. Вот как сейчас говорят, новая нормальность, вот она идет, она пойдет отсюда. Я думаю, что эти институты могут очень многое в нашей жизни сделать. И, конечно же, вот такая трансформация сознания и трансформация публичных институтов покажет нам одну вещь. как говорил, как писал Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Это вот, я хочу сказать, слухи о конце классического университета сильно преувеличены, равно как и слухи о смерти религии тоже сильно преувеличены. Я понимаю, что имел в виду Ницше, говоря, что Бог умер, и в каком-то смысле даже разделяю его позицию, потому что, на самом деле, он говорил о одномерном понимании Бога. А если мы уйдем от плоского понимания, то мы поймем, что жив он или же он умер, это та же самая оппозиция, как мы с вами говорили, черное-белое, город-деревня, мужчина и женщина и прочее, прочее, прочее. Все, наверное, я смог ответить на ваши все вопросы, наверное, мы можем продолжать и беседовать и дальше, но я хочу вам на самом конец еще одну шутку. Давайте, давайте, снову. только Дима знает ее, потому что я любил ее произносить в Голицына. В одном из самых замечательных романов 19 века посмертные записки Пиковского клуба у Чарльза Диккенса был такой герой, его звали Мистер Джингл. Он говорил только при Баутконе. Ну, например, вот теперь у тебя вид нормальный, красивый и аккуратный. После этого он ставил как бы запятую, как сказал однажды отец, сорвав бошку своего сына, на которой криво сидела шляпа. Да, вот такие вот хохмы, черный юмор и так далее. Но одна фраза его, одна при Баутке мне, она очень вошла в сознание и я ей все время пользуюсь. Очень жалко прерывать столь прекрасную беседу. Как сказал однажды король, распуская парламент. Вот я и про нашу беседу говорю так же. Александр Ильич, огромное спасибо вам. Огромное спасибо за это время. Нашим зрителям, я обращаюсь сейчас к нашим зрителям, еще раз напоминаю, чтобы с вами был я, епископ Альберт Раткин, наш канал «Влядь с небесной». Подписывайтесь, ставьте лайки и приглашаем всех в дискуссии. Благослови Господь. И дай Бог нам мудрости, Александр Ильич. Альберт Раткин, и на фигуа, нашим зрителям, нашим зрителям, еще раз, нашим зрителям, и дай Бог нам мудрости, и до встречи. Альберт Раткин,